Меня зовут Кирилл Пасюх. Мне 16 лет. Я приехал из другой страны на лечение в Москву. О диагнозе я узнал 12 лет. На тот момент, когда я уже приехал в Москву, я проходил лечение у себя. И я уже представлял так немножко, что будет. Если бы не отец, то есть мы бы вряд ли поехали на лечение, потому что он сразу сказал, что там, где лечили меня, лечат не очень хорошо. Если бы не отец, было бы труднее все это проходить, потому что, во-первых, нужен кто-то рядом всегда, то есть все дети всегда с родителями. Когда я узнал, что это онкологическое заболевание, конечно, я был в шоке, на переживаниях постоянно. День с ночью перепутал, сна не было. И нам учителя сказали, да помогли тоже в школах, там собрали, чтобы мы выехали в Москву на лечение. Пришлось работу оставить, потому что как я один был, работал и ездил. Моя мама помогала, бабушка Кирилла. В 2015 году мы, когда вот обратились в Москву на обследование, нам врачи посоветовали, что вот химиотерапия нужна, это очень дорого стоит, даже тоже обследование дорогое. Нам посоветовали обратиться в фон Настенька. Обратились, они нам начали очень хорошо помогать и на химиотерапию, деньги, да, выделяли и на лучевую, на все вообще очень. Спасибо огромное. По окончанию лечения мы приехали, я начал заниматься школой на домашнем обучении и, в принципе, жить так же, как и все. С тех пор прошло два года, 2018 год, мы приехали на контроль снова и нам сказали, что обнаружился небольшой рецидив. Мне было так волнительно, было волнительно за то, что мне хотелось менять внешность, потому что были прекрасные длинные волосы, черные, вот это вот мне не идет, я не хотел, но обошлось и мне сделали только операцию и отпустили. Так же прошел год и обнаружили, обнаружили рецидив снова, уже в 2019 году. Я думал, что это займет, как мне сказали, это займет месяца четыре. На данный момент прошел почти год. Тяжело постоянно узнавать, что рецидив, конечно, легко это не воспринимается. Ну да, каждый раз все заново переживается. Да, временами бывает стресс даже доходил, многие отказывали на нервную почву. Привыкаешь уже со временем, за многие годы, и к больницам привыкаешь, и к медперсоналу, и выживать привыкаешь. Стараемся, вот, очень сложно видеть это все постоянно в больнице, и крики детей. Привыкаешь. Ко всему человек может привыкнуть. Только единственное, не может привык смириться с тем, что очень тяжелая болезнь. Из-за того, что это уже не в первый раз страха никакого не было. Во время лечения отец все время был рядом, но не многословные люди. Там много говорит, тем более на химии, но понятно было, что оба переживают. Мои родители разошлись, и сейчас живут отдельно. Я жил с мамой, жил с отцом, и сейчас, на данный момент уже несколько лет я живу с отцом. В эти четыре года я в Москву ездил с отцом, но с матерью мы общались, постоянно переписывались там. Ну, мама, конечно, это очень важный человек для ребенка, для любого ребенка. Потому что это самое главное, считай, источник жизни мамы. Конечно, неплохо было бы, если бы присутствовал в жизни сына, мама. Ну, так жизнь, судьба, видно, она дала, что не получается. Я и мама, я и папа, как врачи говорят. Даже один раз смешно было на кошельке, вместо пропуске написали, мама Кавасюк. Я пришел, я говорю, я не мама, я папа. Более четырех лет на данный момент я нахожусь на контроле. И это, безусловно, очень большой отрезок времени. То есть я приехал год назад, а когда все закончилось, такое ощущение, что прошла неделя. В моменте всего лечения кажется, что два дня – это вечер. Я сам, в принципе, лечиться-то не очень хотел, потому что я понимал, что сейчас опять будет долго, и потом будет долго. И через, может, два года опять я лягу, и опять это будет продолжаться. Поэтому весьма можно понять тех людей, которые не хотят ничего лечить и просто уйти. Просто те, кто прям загоняется над этим, просто… Им нужно осознать то, что это может быть долго, но это закончится. Это не так страшно, как выглядит. Я очень долго был на лечениях. Я очень сильно отстал от обучения, то есть именно школьного всего. Чтобы наверстать, не знаю, понадобятся годы-двастороннего. Но два года для меня очень большое время. За два года может произойти все, что угодно. Ну, я знаю, что планы лучше никогда не строить никаких, потому что планы строишь – ничего не получается. А если не строишь – все получается. Потому что лучше не планировать, не знаешь, как завтра обвернется. Жить сегодняшним днем надо. Все вот это пришло как-то не в лучший момент. Потому что были планы, теперь их нет. Теперь снова нужно очень долго ждать. Были, скажем так, люди, у которых очень хорошие связи в сфере музыки. То есть и нужен был только образ. Были планы на осень 2019 года. Но рецидив как-то пришел весной. И до 2020 года до сих пор ничего не случилось. Моя очень изменилась жизнь. До сих пор отойти очень трудно. Такая болезнь, смириться. В общем, боремся, стараемся. И с мыслями боремся. И со всем негативом, который есть в голове у нас. Фонд помогает постоянно нам в деньгах, в питании. Очень много добрых людей откликнулись и помогает. В больнице тоже дружились со всеми мамочками. Там друг друга помогает. Каждый человек в такой беде, я считаю, как близкие стали. Приятно, когда вот приезжают и все встречаются. Кто прошел через эту болезнь. Вот лежали с Кириллом, дети, они встречаются. И как будто они вот близкие. Никогда не расставались. Никто никуда не уезжал. Даже родители сами это говорят на квартире. Вместе живем с кем. Когда говорят, они встречаются как братья. Не то, что братья. Ну, очень это близко настолько. Вот эти моменты самые такие счастливые, я думаю. Ну, мне очень хотелось бы стать, наверное, актером. То есть это не то, чтобы только актером. Много планов есть. То есть я могу быть каким-нибудь радиоведущим, правда. Мне понадобится около, не знаю, месяцев-четырех, чтобы поставить голос. Потому что на химии все вот это вот, постоянное молчание. На данный момент я из-за лучевой терапии я хромаю сейчас. Развивается сколиоз. То есть он уже почти есть. Он есть, но очень маленький. Но он будет развиваться. И это можно исправить, то есть операцией. И удлинить конечность там на пару сантиметров. Это весомо поможет, чтобы уже ходить ровнее. Уже не будет этого заметно. Потом, не знаю, выпрямить зубы все. И тут и там проблемы везде. И когда я исправлю себя, то есть я буду нормально ходить. Я сделаю эту операцию. Я выпрямлю зубы. Я, может, и буду ходить на пробы. Какие-нибудь сериалы. Даже деньги не столь важны. Просто хочется это попробовать. У меня цель есть. Как говорится, устроиться на работу. Завести семью. И чтобы Кирилл в дальнейшем на учебу поступил. Дай Бог, чтобы, конечно, вылечиться в первую очередь. Если это произойдет, что все. Уже цель подошла к завершению лечения, обследования. Сам обрел семью девушку. Нашел у себя. Был счастлив. Хочется поддерживать отношения с родителями. И самому тоже помогать. Потому что, когда сталкиваешь, уже понимаешь цель жизни. С этой вот болезнью. И очень тоже много попадаются родителей, которые вот мамочек. То муж оставил, считая, без помощи. В общем. Я хочу пожелать всем родителям, чтобы они боролись до конца. Любили своих детей. Поддерживали друг друга. У кого знает, что такая беда. Во всем помогали. Были очень добрые и искренни близким своим. И любили детей. И чтобы дети очень любили своих родителей. Все те, кто борются с болезнью сейчас. Неважно какой. Хочется всем пожелать, что это все закончится. То есть это не продлится вечно. Не займет огромную часть их жизни. Это пройдет. И жить можно будет снова. И возможно даже лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok